Журналист светской хроники Тамерлан Бегаев. Скорее всего, он вам не знаком никак совершенно. Но, между прочим, я помню, как Алена Водонаева мне рассказала, что есть такой Тамерлан, Тамик, пару лет назад. И он работает в Суперу. Аленка мне рассказала о нем как-то, что он пишет отличные тексты. И он арестован по делу Чемизова вчера вечером. Это все туда же, к Ариану Романовскому, к Никите Суханову. Есть один вопрос у меня. Я понять этот вопрос не могу и хочу с вами посоветоваться. Текст, который они написали, который послужил поводом к аресту Ариана и, собственно, Тамерлана сейчас, вообще ни о чем. Текст о том, что Чемизов побывал на дне рождения у друга. И на том дне рождения был Лепс. Григорий Лепс. Ни подробностей, ни выпивка, ни то, что они там танцевали, пели, ели, ничего. Были, отметили. Пошли аресты. Может, мы чего-то не знаем, и мы видим только кусочек этой истории. А весь айсберг внизу. Огромный портал под названием super.ru, который вам хорошо известен. Можете в интернете набрать, он пишет о звездах. super.ru На этом квартале, ребята, и работает Аленка Жигалова. Алена, блин, знаете ее, да? Замечательная, принципиальная девушка. Великолепная. Которая и по мне тоже прошлась, ну, как по уехавшему. Я не знал, что я должен был у Алены открепительный талон получать. Ну, в любом случае. Так случилось, мама. Super.ru принадлежит большому-большому конгломерату под названием life.ru. Life.ru, ребята, это абсолютно прорежимный портал, возглавляемый когда-то вот таким полным, а сейчас похудевшим. Знаете, как же его, как же, вы же знаете, знаете, да-да-да-да-да-да. Армянский предприниматель, замечательный. Сейчас фамилию вы мне напишите, ребят, вылетело из головы. Ну, и что вы думаете? И Ариан, который когда-то работал на Super.ru. Габрилианов вспомнил. Габрилианова знают все. Да-да, спасибо, ребят. И Ариан, который работал когда-то в Super.ru. И там я с ним в этот момент и познакомился, но портал тогда назывался hit.ru. Жара. И Ариан, и Тамерлан, который продолжал, по-моему, до последнего дня там трудиться. Так, ребята, и не заслужили ни одного слова поддержки от своего родненького портальчика. И от таких языкастых журналистов, как Алена Блин. Заметьте, как-то странно, да? Алена видит все, ребят, абсолютно все. Кто там, что. Макс Галкин, не Макс Галкин. Все попадают в ее, ребята, принципиальные, правдивые журналистские жернова. Но как-то со странным оттенком все это у нее. Вся эта ее концепция. Оттенком, ребята, поклонения, сами знаете, кому. И увещевания, и рассказывания нам о том, что Ксения Бородина такая молодец, для фронта фонарики собирает. Фонарики. И вот арестован Тамерлан. Так просто, они его не отпустят. Как не отпустят Ариана, они не отпустят Никиту Суханова, коммерческого директора Ксюши Собчак. Ничего этого не будет. Ребят, вот увидите, никто не выйдет за отсиженным. Знаете, да, когда человек находится в заперти, сидит, сидит какое-то время. Кто-то несколько месяцев, слава богу. Кто-то несколько лет, к примеру, находится в этой системе. И потом случается суд. И суд может отпустить тебя, потому что ты уже отсидел какой-то срок, за отсиженным. Это так называется. Никто из них не выйдет за отсиженным. Как вот пить дать. Про казус, ребята, Алена Жигалова я вам уже сказал. И будьте спокойны. Будьте покойны, мои любимые. Ни в следующем, ни по-за следующем выпуске. Алена никогда, ни словом, ни полсловом не скажет вам, ну, так сказать, о своем коллеге Тамерлане. И о бывшем коллеге Ариане. Никогда не попытается разобраться, а что, собственно, случилось. Почему эти молодые мужчины попали в эти журнала. Окей. И еще следующий, самый интересный вопрос. Все те материалы, ребята, которые идут сейчас, и связаны они с Тамерланом, да, кое-что вышло, кое-что. Вот они все здесь, вот, если их листать, вот один, второй, третий, все они у меня систематизированы. Все эти материалы, связанные, ребята, с вымогательством денег у Чемизова, по странному стечению обстоятельства, не имеют внутри себя ни одного склонения к известной фамилии. Ксении Анатольевне Собчак. Ксении Анатольевне Собчак, намека нет. Даже вот дыхания нет, Ксюша Собчак, которая была к этому делу пришпандорена с самого начала. Из-за этого дела Ксюша якобы покинула пределы Российской Федерации. Нигде ничего. В чем вопрос? Почему так? Даже по касателям. Ксюши нет. Никита Суханов, ее коммерческий директор, есть? Ксюши нет. Даже намека. Конечно же, я заканчиваю. Мама Ксении Собчак, замечательная мной уважаемая Людмила Борисовна Нарусова, за эти две с половиной недели ленивой не была. И кое-кому она дошла. Допускаю, что к деду она дойти не могла. По разным причинам. Сейчас, я думаю, что к нему мало кто доходит. Но, допустим, посетить Золотова у нее получилось. И, может быть, поэтому мы не видим фамилии Ксюши теперь вообще нигде. Вымарали, убрали. Нету. А где Ксюша? Где эта ягодка на этом торте? Нигде, ребята. Не ищите ее там. Большое спасибо. Я по этой теме высказался. Если у вас есть замечания, если у вас есть какие-то наблюдения, может быть, даже эмоционального характера, я вас очень прошу их высказать. Спасибо большое, потому что мы с Роричкой очень их ждем. Особенно Роричка, ребята. Мы сегодня оба в белом, потому что мы, знаете ли, с Роричкой очень хорошие, я бы даже сказал, замечательные ребята.